Меня часто спрашивают, как я отношусь к такому-то или такому-то явлению, или движению, или направлению, связанному с питанием. И я всегда отвечаю, что каждое явление, движение, направление имеет место быть, но всему своё место, своё время и ситуация. И вот недавно поступил вопрос, как я отношусь к этой диете. Ну, я ответила, как обычно, кратко, что я отношусь к этому явлению, как к имеющему место быть, но уместному не всегда, не к каждому человеку, не к каждой ситуации. И, конечно же, не как панацея от всех проблем, связанных со здоровьем. В ответ человек, задавший мне этот вопрос, прислал мне ссылку на видео. И из любопытства я перешла по ссылке и обнаружила, что мне предложили посмотреть видео с человеком, чьё имя мне известно. И известно не только мне, но и очень широкому кругу зрителей. И когда я посмотрела это видео, моему изумлению не было предела. Я бы не стала записывать это видео, если бы я не была шокирована той информацией, которую я узнала из этого ролика, и это связано с этим известным именем и с кето-питанием. Итак, сегодняшнее видео – это мой анализ, обзор этого видео и, собственно, то, что вызвало моё крайнее изумление. Итак, сначала я назову имя этого человека, и вы наверняка его знаете, это Ганья Александровна Замалеева. Уважаемый мной доктор, я познакомилась с этим именем в 2017 году. Спустя год, после того, как я начала практиковать методику Марвы Огонян в своей жизни, когда я уже довольно существенно поменяла свое питание, просматривая различные видео на эту тематику на Ютубе, я вот и познакомилась с этой женщиной. И я даже помню, что в каком-то, в одном из моих роликов, я рекомендовала моим зрителям обратить внимание на лекции этого человека, Ганья Александровна Замалеева. Всё, что говорила Ганья Александровна, было связано с продолжением учения Марвы Огонян. Собственно, она и сама причисляла себя к последователям Марвы Огонян и пропагандировала естественное питание, и ратовала за очищение организма. И я тогда очень порадовалась, что вот ещё один единомышленник, который полностью разделяет взгляды натуропатии, «Взгляды Марвы Огоняковны Огонян». И просмотрела довольно много её лекций, и все они нашли у меня отклик, потому что, собственно, то, что говорила Ганья Александровна в этих лекциях, нисколько не противоречило учению Марвы Огоняна и не противоречило моим тогда уже сложившимся убеждениям и представлениям о том, что естественное питание – это есть самое здоровое питание для человека, который хочет быть здоровым и хочет положительных изменений в своей жизни. И вот когда я открыла предложенное мне видео и увидела, что это интервью, это интервью Ганья Александровны, которое она дала каналу «Живая пища». И это видео называется «Кетопитание. Анализ Ганья Александровны Замалеевой». Мне было очень интересно, что скажет Ганья Александровна по поводу кетопитания, потому что, насколько я понимаю, и это логически, что кетопитание, то есть где упор делается на жиры, поскольку кета – это жиры, оно как бы не очень увязывается с естественным питанием, которое пропагандирует Марва Огонян. Мне было интересно, что скажет доктор Замалеева по этому поводу, поэтому я посмотрела это видео от начала и до конца. Видео свежее, снято вот прямо буквально совсем недавно, этой осенью, и я очень подробно его просмотрела, но я не буду сейчас вам показывать выдержки из этого видео, то, что меня там особенно поразило и удивило. Я все себе законспектировала, и просто позволь себе процитировать некоторые фразы, которые меня зацепили в этом видео. А саму ссылочку на это видео я дам под своим роликом, если кому интересно, он может посмотреть. Итак, что меня удивило? В первую очередь то, что произошел резкий поворот доктора Замалеевой от естественного питания, основанного на углеводах, и в частности фруктах, поворот к питанию, основанному на жирах, и в частности на животных жирах. Вы сейчас поймете, почему я была шокирована вот этим резким переходом, потому что я вам зачитаю отрывки, из интервью доктора Замалеевой, которые она дала каналу «Живая пища», и отрывки из ее лекции двухгодичной давности, которые были связаны с переходом на адекватное питание, основанное на принципах естественного углеводистого питания по марве Аганян. Но начну я свой обзор не с этого свежего видео, посвященного к этому питанию, а с видео двухгодичной давности доктора Замалеевой, и называется это видео «Переход к адекватному питанию». Под адекватным питанием доктор Замалеева понимает естественное питание по методике марве Аганян, то есть основанное на углеводах, и в частности фруктах, овощах, зелени, преимущественно в сыром виде. Итак, основные моменты видео, посвященного переходу к адекватному питанию. 12 минут 30 секунд. Доктор Замалеева говорит, что большое внимание нужно уделять кашам. 14 минут 20 секунд. Убираем сыр и творог из питания. 15 минут 26 секунд. Сокращаем до минимума животный белок. 17 минут 10 секунд. Куриный бульон – это вред. Это я всё цитирую доктора Замалееву. 18 минут 48 секунд. Мёд и сухофрукты можно есть неограниченно. От мёда нет диабета. Там фруктоза, а не глюкоза. 24 минуты 57 секунд. Каша – прекрасная вещь. И, наконец, 31 минута 11 секунд. Знаменитая фраза доктора Замалеевой. Когда её спрашивают, что как же, вот люди же в древности питались мясом, там убивали мамонта. Она отвечает, не факт, что предок начинал с мяса. Это сказки, говорит доктор Замалеева. Это сказки. Как продолжение темы, следом идёт ещё одно видео. Лекция доктора Замалеева. И называется это видео «Углеводы как источник энергии». На 7 минуте 30 секунд Гания Александровна приводит в пример книгу Дугласа Грефма «80-10-10», где 80% отводится углеводам, 10 белкам, 10 жирам. И она говорит, что эту пропорцию было бы лучше изменить на 95-5. То есть 90% углеводам, 5 белкам, 5 жирам. То есть вот такое огромное значение она придаёт углеводистому питанию. Дальше. На 13 минуте. Килограмма 3 фрукта в день и никакого белкового голода. Далее. 15 минуту 25 секунд. В день нужно съедать не менее 50 грамм мёда, не менее 100 грамм сухофруктов, не менее 100 грамм злаков. И далее. На 16 минуте 10 секунд. Ганья Александровна приводит свой собственный рацион. Вот её фраза. Лично мой рацион. 1 килограмм апельсинов, полкило бананов, 50 грамм мёда, 100 грамм сухофруктов, полкило овощей и зелени, 100 грамм злаков, иногда больше фруктов, масло не более 10 грамм. Но, говорит доктор Замалеева, на маслах вы получите тяжесть и иллюзию сытости. На 18 минуте 37 секунд доктор Замалеева говорит, в идеале наше питание это простые углеводы, фрукты, в частности, сладкие. Хочется каши, значит надо есть каши. Итак, углеводистое питание это наше главное направление на переходе к адекватному питанию, утверждает Ганья Александровна Замалеева. Я надеюсь, вы очень внимательно сейчас слушали всё, что я зачитывала относительно вот этих роликов двухгодичной давности. Напоминаю, вот всё, что я сейчас зачитывала, это было взято мною из видео доктора Замалеевой, снятых в 2017 году. И вот теперь самое шокирующее. Проходит два года. И что мы видим? Мы видим свежее видео, посвящённое кето-питанию. И отношение Ганей Александровны к питанию резко меняется. Меняется на прямо противоположное. Вы сейчас это поймёте. Я вам буду зачитывать отрывки из сегодняшнего видео, посвящённого кето-питанию. И вы сейчас всё сами поймёте, что меня поразило. Итак, кето-питание. Анализ Ганнии Александровны Замалеевой. Девятая минута, 19 секунд. Питание углеводами ведёт к деградации. Двадцать первая минута. Мы не созданы для питания углеводами. Никаким образом. И далее Ганния Александровна приводит историческое объяснение. Человек исторический, охотник, генетически мы не готовы питаться фруктами. Потому что у нас нет амилазы. Или её очень мало. На секундочку. Вернёмся к видео двухгодичной давности, где доктор Замалеева говорит про питание фруктами. Не факт, что предок начинал с мяса. Это сказки. Проходит два года. И Ганния Александровна утверждает, что исторический человек – это охотник. И генетически мы не готовы питаться фруктами. Вы чувствуете, какой резкий переход происходит? Резкая смена взглядов и убеждений. Смотрим дальше. А дальше Ганния Александровна произносит следующую фразу. Человек отравляет себя фруктами. Возвращаемся на два года назад. В идеале наше питание – это простые углеводы, фрукты, сладкие. И спустя два года, её утверждение, человек отравляет себя фруктами. Я не знаю, как вы сейчас реагируете на эти кардинально противоположные высказывания. Но когда я слушала ответы Ганния Александровны каналу «Живая пища», я просто была в полном замешательстве. На 41-й минуте 45 секунд Ганния Александровна говорит о том, что в 2017 году она продвигала другую информацию о том, что жиры не нужны, о том, что нужно сыроедение, нужно питание фруктами. Но, говорит она, три года прошло, я много чего поняла. И далее она приводит в свой сегодняшний рацион. Напомню, её рацион двухгодичной давности – это были в основном углеводы, фрукты, сухофрукты, злаки, овощи и минимум масел. Сегодняшний рацион Ганнии Александровны – внимание! Основная еда – это овощи – один килограмм. Убрать совсем сладкие фрукты – это лакомство. Углеводов не более 100 грамм в день, а лучше – 50. Увеличить долю жиров. Злаки убрать. Если раньше она говорила, если хочется каши, обязательно ешьте каши, то теперь она говорит, что злаки нужно убрать совсем, фрукты убрать совсем, сделать упор на овощи и увеличить долю жиров. Тогда как два года назад её мнение было по поводу жиров, что они вызывают тяжесть и создают иллюзию сытости. То теперь жирам отводится главное место, поскольку кето-питание – это упор на жиры и, в частности, животные жиры. Что же предлагает сегодня Ганния Александровна в качестве идеального питания? Один из её примеров – это следующее. Утром – это яичница с овощами, в обед – это кусок рыбы или какого-то мяса, но желательно рыбы с овощами. И ужин – это опять кусок какого-то животного белка, ну, в частности, рыбы с овощами. То есть, по её версии, животный белок три раза в день – это нормально, это хорошо. И особенно меня поразило то, что животный белок она рекомендует ещё употреблять и вечером. Кроме того, что мы едим это утром и в обед, ещё и вечером – это может быть кусок рыбы, тогда как совершенно очевидная вещь, что животный белок не может так хорошо усвоиться, как растительная еда. И съедая на ужин животный белок, человек рискует ночью получить процесс огниения в своём кишечнике, поскольку наша пищеварительная система не рассчитана на то, чтобы так много выделять ферментов на расщепление животного белка, особенно в вечернее время. Если два года назад в своих лекциях Гания Александровна приводила в пример книги к прочтению, в первую очередь, книга Марва Ганьян «Экологическая медицина», а также книга Арнольда Эрд «Целебная система безслизистой диеты», то теперь, в сегодняшнем видео, посвящённом кетопитанию, она рекомендует совершенно другие книги. Это совсем другие книги. Это книги зарубежных авторов, а также книга нашего русского доктора Василия Генералова. Это книги, посвящённые именно кетопитанию, именно жирам, как источнику полноценного здорового питания и способу избавления от очень многих заболеваний. Если доктор, доктор с классическим медицинским образованием, который много чего понимает в физиологии, в питании, я надеялась, что она много чего понимает, как питание влияет на жизнь человека, если доктор позволяет себе так резко менять свои взгляды на питание и свои убеждения, то есть за каких-то 2-3 года представления её о питании поменялись кардинально, то как же быть тогда простым людям? Как же быть обычным людям, которые не имеют медицинского образования, которые не столь подкованы в вопросах питания, которые являются обычными потребителями информации, которую они выуживают на просторах интернета и в книгах, и в других источниках? Как же быть простым людям? Кто имеет право вообще на резкую смену убеждений? По сути, это право имеет любой человек, любой из нас с вами имеет право на резкую смену убеждений. Но когда человек вещает с канала, с трибуны, и 2 года назад он вещал одно, а сегодня он вещает прямо в противоположное, то как быть тем людям, которые идут за ним, за этим человеком, который вещает с трибуны? Вот этот вопрос меня очень волнует. Как быть людям? Ведь за каждым вещателем, оратором, лектором идут люди. Я знаю, что за мной идут люди, потому что я получаю массу писем, в которых люди пишут. Баечка, вы мой вдохновитель, я вот мотивировалась, я пошла по вашему пути, и так далее, и так далее. И я понимаю, что когда я что-то говорю на аудиторию, я не имею права говорить какие-то необдуманные вещи во всеуслышание. За каждым моим словом должно стоять какое-то очень твердое убеждение и доказательство, и подкрепление моих слов делом, моим собственным делом. Что, собственно, я и делаю все эти три года. Все, что я вам говорю, это не является голой теорией. Это является плодом моих трудов, моей практики по преобразованию себя, мои размышления. Если я делаю какие-то ошибки, я всегда в них признаюсь и нахожу причины этих ошибок, и нахожу способы, как эти ошибки не допускать. Но за эти три года, что я веду канал, у меня никогда не было тенденции к резкой смене убеждений. Это то, что мы видим, произошло в случае с доктором Замалеевой. Я нисколько не хочу сейчас себя как-то украшать или возвышать или, не дай Бог, приводить в какой-то пример. Нет. Я просто не понимаю, как быть людям. Вот это меня прежде всего заботит. Как быть людям, за кем им идти? Если сегодня говорится одно, через два года говорится другое, как быть-то, куда идти-то? Ой, ладно. Короче, в конце концов я должна все-таки высказать свое мнение относительно кетопитания. То есть все, что я сегодня вам рассказала, это вот такая информация, о которой нужно поразмышлять, и нужно сделать какие-то выводы. Что же касается моего личного отношения к кетопитанию, то я остаюсь при своем мнении. Я всегда беру все самое лучшее из любой теории, из любой методики. Слава Богу, что у меня хватает разума и критического переосмысления любой информации, которую бы я не получала. Я всегда ее подстраиваю под себя. Я беру из нее что-то и работаю творчески. То есть создаю какой-то свой особый путь, свой особый метод, в котором собрано все самое лучшее. вот такова моя тенденция, тенденция в отношении себя и в отношении моих клиентов. Мне часто задают вопрос, почему я не веду какие-то группы, марафоны. Да потому я не веду, что каждый человек это отдельный мир и к этому отдельному миру требуется отдельный подход. мне нравится создавать индивидуальное питание для человека, используя различные выжимки и вырезки из разных методик. Можно взять что-то хорошее от кето-питания, можно взять массу хорошего от естественного питания по марве огонян, можно взять еще какие-то разные там диеты и создавать из этих разных диет какой-то рацион, который подходит именно этому человеку, именно вот к тому состоянию, в котором он сегодня находится, именно на этом отрезке времени. Пройдет какое-то время, человек изменится и это питание произведет на него какое-то должное влияние и через некоторое время потребуется изменить это питание. возможно что-то уйдет, появится что-то новое и это будет на протяжении всей жизни. Так происходит у меня. Когда меня просят рассказать о моем питании, я теряюсь, я не знаю, что говорить, потому что оно все время меняется, оно все время трансформируется. Именно поэтому мое отношение к кето-питанию это как к тому, что имеет право на существование, но то, что не является панацеей. Оттуда можно взять массу хорошего. Кстати, если говорить о естественном питании, это то, чего я придерживаюсь, и это то, что пропагандирует Марва Агонян, то если вы еще не очень хорошо и досконально знаете, что она из себя представляет, я вам советую просто перечитайте книгу Марвы Агонян, и вы увидите, что то, что она рекомендует, оно имеет косвенное отношение и к кето-питанию, потому что несмотря на то, что Марва Агонян предлагает в качестве основной еды растительную пищу, то есть это фрукты, зелень, овощи, больше в сыром виде, нежели в термически приготовленном, это какое-то количество злаков, орехи, но в том числе Марва Агонян не отрицает, а наоборот даже приветствует сливочное масло, сметану натуральную, яйца и в холодное время года рыбные продукты. Чем вам это не кето? Ну скажите, чем вам не кето сливочное масло, сметана, яйца и рыба? Чем это не кето? То есть элементы кето-питания также присутствуют в системе Агонян и не нужно придумывать что-то такое гипертрофированное, основанное на жирах, если жиры и так присутствуют вот в этом замечательном естественном питании, на котором нахожусь я, на которое рекомендует Марва Агонян, нужно просто трезво оценивать свое состояние на сегодняшний день. Нельзя еще здесь не упомянуть Викторию Бутенко, потому что сейчас Виктория Бутенко очень активно продвигает кето-питание. Но, друзья мои, вы, наверное, в курсе, что Виктория Бутенко 12 лет была на чистом веганстве, на чистом сыроедении и питалась в основном сырыми фруктами, овощами и зеленью. И у нее не было ни грамма жиров, поэтому она довела себя до такого состояния, что ее здоровье стало просто ну очень сильно расшатывается. Спрашивается, на чем сейчас выходить из этого критического состояния Виктория Бутенко? Конечно, только на кето-диете. Только кето-питание может сейчас спасти ее пошатнувшись в здоровье, в котором за 12 лет не было ни одного грамма жиринки. Только кето. И возьмем другой пример. Если обычный человек, который питается мясом три раза в день, предположим, котлеты, рыба, яйца, творог, сыр, и все это у него в один день, то спрашивается, зачем ему кето-питание, если он и так уже находится на кето, и даже не на кето, а на кето в квадрате и даже в кубе, то есть в какой-то там немыслимой степени. совершенно очевидно, что вот этому человеку, у которого и так не то что в достатке, там в гипердостатке животного белка и жиров в день, то ему кето вообще никак и никаким боком не лезет. Ему по-хорошему нужно просто облегчать свой рацион, убирать значительную часть животного белка, заменять этот белок сырой клетчаткой, и в этом будет состоять его оздоравливающее питание. Поэтому нельзя сравнивать, скажем, историю Виктории Бутенко и историю какого-то человека, который плотно сидит на животном белке. Это две совершенно разные истории. Поэтому мое отношение, я думаю, что вы все поняли. Каждому человеку нужен свой собственный индивидуальный рацион, свое собственное питание в соответствии с его сегодняшней жизненной ситуацией. Что касается меня, никогда в жизни у меня не было желания убрать, отказаться от сливочного масла или от сметаны или еще от каких-то животных жиров. Я сейчас очень активно их употребляю. И несмотря на то, что какое-то время было очень модно вот эта тенденция к обезжириванию всего, я никогда не соблазнялась на какие-то обезжиренные кефиры, обезжиренный творог или обезжиренный сыр и так далее, меня всегда привлекала именно повышенная жирность, потому что каким-то интуитивным чутьем я понимала, что это вкуснее, что жирное это вкусно, и во-вторых, я понимала, что именно это как-то требуется, жир требуется, поэтому я всегда больше руководствовалась интуицией, нежели какими-то навязанными убеждениями, вот, поэтому советую вам также критически относиться ко всему, к любой информации, которая поступает сегодня, и думать, насколько эта информация применима к вам, к вашей жизненной ситуации. Простите, видео опять не получилось коротким, я знаю, меня многие упрекают за то, что я сделаю слишком длинное растянутое видео, но я так тороплюсь сказать что-то важное, наболевшее, что кажется, что если что-то я не скажу, что-то я упущу, забуду или не договорю, то это как-то будет неправильно понято вами. Хорошо, всё, я на сегодня заканчиваю, я советую новеньким подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать оповещение о каждом новом видео. Мои видео выходят по понедельникам и четвергам в 16 часов. Перейдите вниз в описании видео, если описание у вас не полностью раскрыто, нажмите слово «Ещё», и вы увидите, что я даю под видео очень много всякой полезной информации, надеюсь, она вам пригодится. Всего доброго, надолго не прощаюсь, вашего «Айчи». travaille dengan конец